всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте нас ждет сегодня мега 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 распаковка все то что записал предыдущий убрал нафиг решил соединить все здесь и выпустить одним видео поэтому давайте не тянуть и приступим сразу первое чего хотелось бы начать это то что опасная бритва рф нам прислала два вот таких замечательных продукта первое это работа итальянских маттеров и а барберия фри фрукти шавинг со фрукти и тут три внутри фрукта я так понимаю но второе это чела красненькая авто шейф мыло уже успела засветиться выйдет она вот в честь сегодня вы смотрите это видео а вышло на субботу то есть вы уже в курсе за это мыло ребята хочу повторить огонь кто-нибудь когда-нибудь думал за покупку вот этих мыл не думайте просто берите не пожалеете ну а чела чела это красотка несмотря на то что на обзоре еще не было скоро будет ну а ей обязательно попробуем хотя к чести сказать у нас зелененькая от мужского выбора да как бы уже было а вот теперь от опасной бритвы рф у нас будет красненькие мы с вами все сравним следующее владислав бакшеев после одного из видео там где было про локситан он говорит викторич вот что-то смотри я говорит попробовал мыло локситан но не такой как у тебя крем мыло тверденькое и что-то говорит вот как-то говорит не особо впечатлился вопросы говорит у меня есть если хочешь говорить давай покажи пацанам мы посмотрим как она тебе там нравится не нравится но и плюс ко всему говорит я тебе еще зашлю крем для бритья с корицей от наших ребят это сливак слив спивак спивак по-моему да ну говорит мне корица как-то это что-то говорит вот посмотрим как тебе ребята ну пахнет шикарно и выглядит шикарно как будет в работе но это мы с вами еще увидим посмотрим но где слова бакшеева город москва еще раз огромное огромное спасибо еще одна вещь которую вы не видели но я думаю не откажетесь на посмотреть это мыло ребята мыло но непростое как уже наверняка догадались путь она проделала нехилый да могу подтвердить это мыло от яков все правильно вы угадали вначале они его за пузыри в италию в италии его посмотрели потрогали пошупали застопорнули отправили обратно после того как она вернулась его отправили снова в россию и только после этого спустя несколько долгих месяцев я его получил увидеть как жизнь на нем отразилась но я уже проверял внутри все нормально все хорошо правда на одном только не хватает целлофана вот вот на этом но пахнет интересно интересно мыло твердющее хрен прожмешь не такое как колонал конг полковник мариса я видео снимаю что-то важно все нормально все хорошо люблю тебя давай ну и еще одно вот вот два с пленкой одно без это мы конечно же сами скоро допустим на обзор не ищите это на магазинах ребята у яков у самих этого еще нет у нас ними разговор был такой викторич возьми попробуй и там стоит это запускать не стоит запускать а там уже говорит мы разберемся то есть мы сейчас будем с вами выступать в роли тестеров ну и следующая посылочка это конечно же от мужского выбора рф станислав нам прислал эту посылку но не он один вместе с ним в отсылке этой посылки участвовал михаил анатолич из города троицка а кто-то по михаил анатолич ребят я вам скажу так дай бог каждому магазину чтобы у каждого магазина был свой михаил анатольевич это преданный клиент это человек который практически всегда покупает только мужском выборе рф и даже если вот допустим мы что-то выпускаем но у нас мало да нам ну самим практически ничего продавать а все равно есть такие вот ребята мужском выборе рф которые станислава дергают слушай ну ты попроси мы хотим у тебя взять и мы идем на встречу отправляем мужской выбор и только после этого они берут это там так вот эта посылка сейчас посмотрим что там это не только мужской выбор рф это еще михаил анатолич постоянный преданный клиент преданный покупатель этого магазина дай бог чтоб у каждого магазина это было ну и сами понимаете о самом магазине это конечно же говорит многое открываем ну вот други мои т-образная бритва хэнсон шаринг форма and closet комп джек блэк это то там ну какая-то аббревиатура короче давайте смотреть что парни нам прислали вот так вот она выглядит вот такой вот караёбочки вот здесь открывается дыщ вы уж простите меня я не слежу за всеми этими делами не знаю насколько это новинка не новинкой вообще просто времени не хватает отслеживать все это поэтому если это новинка начну скоро узнаем если это не новинка что-то другое но все равно скоро узнаем но бритва выглядит вот так и выглядит интересно кого он усообразная ручка с такой интересной насечкой но и крышка до обратите внимание не совсем обычная вот ну конечно это не ржавейка что-то другое это типа алюминия что-то да но прикольно прикольно выглядит и надо запускать на обзор запускать на обзор и пробовать еще раз спасибо мужскому выбору рф и михаилу анатольевичу из города троицк ребята ну вот вот спасибо скоро я смогу показать это все нашим парням ну и наверное самый большой пласт который у нас остался я даже не знаю так вот видно не будет его часто отсоединю шо у меня тут есть вот они две здоровущие посылки это это ребята это давайте вначале поясню тут необходимо пояснение дело в том что как сразу же после того как я сам проверил титановую тайгу на в лайт режиме то есть от единицы до шестерки выше я не залазил хотя там диапазон сами понимаете то есть от 0 7 до 32 так вот выше чем шестерка 17 я не пошел на боялся я захотел отправить титановую тайгу еще одному человеку которому я безгранично верю но у которого очень много преимуществ по сравнению со мной во первых он гораздо раньше гораздо больше успел почерпнуть из мира влажного бритья в этом плане у него опыт кратно 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 превышает мой во вторых у него прямые руки настолько прямые что его работы известны не только на территории нашей российской федерации но и за рубежом если он полирует станок так там писками визгами истекают не только наши россияне ну и канадцы американцы я сам это читал на форуме это факт человек с кривыми руками такое не сделает согласитесь но господь его еще и одарил уникальной щетиной она очень жесткая но растет она на очень деликатной кожи а посему не каждая бритва его выбреет если вот то что для всех и может и не подойти а вот то что его выбреет всем остальным уже будет заметно легче но естественно все это собрал отправил каково же было мое удивление когда спустя какое-то время там буквально несколько дней приходит первое сообщение и мне говорят тут вадим смотри что человек думает о твоей тайге я удивился как так отсылал одному говорит другой но и спрашивала кто это он говорит не боись свой я посчитал одно сообщение второе третье четвертое человек хорошо побрился много титановой тайгой а по концовке спрашивает слушая можно попросить вот этого человека чтобы он еще и старт затестил полный full set но чтобы выявить какие-то подводные косяки если они есть потому что сейчас еще пока производство не начато но это самое время у нас вот буквально было полторы две недели вот со следующей недели понедельник как раз тот день когда выйдет это видео все производство уже начнется ну ладно ну хорошо давай ну и поговорил после этого мне дали адрес я собрал full set отправил сразу же после того как отправил я позвонил сказал там здравствуйте я отправил но и разговорились разговорились давайте давайте будем называть этого человека дмитриевич он не хочет афишировать свои настоящие фамилии на отчество ну попал непонятным причинам он скромный все большие коллекционеры и все большие люди они всегда скромны и так вот когда разговорились я узнал столько интересного что ребята это для любого человека который хотя бы чуточку увлекается влажным бритьем это настоящая жила золотая жила во-первых человек взрослый взрослый настолько что у него мы уже он оброс уже внуками там ни один и не два особенно когда не по квартире бегают он дом качается как я понял но не старый потому что ему еще семидесяти нет но это же самое время в бритье его привел его дедушка еще 16 лет он начал его привычать и показывать то что знал сам на основном осознании конечно же он подчеркнул совершенно другого человека а дяди фимы дядя фима это тот человек который служил вместе с его дедушкой который был ординарцем и который брил его все великое отечественное после того как великое отечественное закончилось опять же они жили там где-то рядом все вместе дядя фима тот человек который не только учил ему уму разуму жизни как жить человеком правильно но и бритью бритью том кто такой дядя фима ну я вам вот как я это понимаю как я это представил но представьте на секундочку человек настолько мастер что за один день приходя вот допустим выходной день на базар он людям тащил бритвы за один день он мог заработать порядка 150 рублей молодежь наверняка не знает что это такое ну представьте вот на то время буханка хлеба стала 16 копеек бутылка водки но говорят что стоило 242 но я достал только 362 там 430 и прочее прочее то есть вот еще раньше плюс ко всему если человек получал зарплату 120 140 в месяц но это была нормальная зарплата все что выше это уже хорошая зарплата обычная клад составляла 50 до 70 рублей в месяц а человек за один день мог заработать 150 рублей на заточки на правки на доводки бритв то есть вот вот ну и плюс со слов дмитриевича у него там был всегда чемоданчик на сссеры у него там всякие были там камешки под каждую бритовку там под каждый контур под каждый выгиб потом у него там были какие-то еще лекала какие-то там еще всякие штуки дрюки потому что это целое искусство как оказывается и раньше во времена советского союза мастеров хороших мастеров да было много но самые самые элита гнездились собирались жили и работали в двух городах насколько я это понял это в москве какой-то переулок сейчас вот не могу сказать вот под забыл надо поэтому посмотреть там были настолько мастера мастера что вот если вот скажем так все обычные брить люди бреются бритами там четыре восьмых там и пошли дальше там шесть восьмых и выше выше то мастера для того чтобы брить людей перетачивали свои бритвы там на две восьмых на три восьмых вот за одну восьмую я не знаю было такое или не было так вот чтобы перетащить обычную бритву в такую приходили именно к таким мастерам ну а второй город в котором жили и работали под вот такие мастера высокого уровня это ну считать сливки нашей россии были это было одесса одесса то ли на привозе то ли еще где-то я участвую точно не скажу но если посмотреть записи вот это подниму еще будет об этом разговор не единожды так вот такой человек есть дмитриевич это тот человек который обладает не только охренеть какой коллекции но это человек который обладает охренеть какими знаниями очень интересными и по нынешним временам я считаю уникальными он уже стал что-то мне рассказывать он уже стал стал что-то мне показывать у меня очень очень большое желание взять все это сформировать и показать на канале показать людям возможно кому-то что это будет интересно, возможно, кто-то это оценит и кому-то это принесет пользу. То есть, чтобы хоть вот так вот запечатлеть те знания, которые еще остались, которые еще есть. Потому что мы и так уже много потеряли. Те мастера, которые были в былые времена, но их уже практически нет. Те люди, которые вот на сегодняшний день, со слов Дмитриевича, все еще продолжают вести это дело, ну да, конечно же, несомненно, они есть. Это Траст Кром, которого он назвал, потом с форума, там еще Монах был один человек. Ну и, конечно, тоже Дмитриевич. Ну, те, кто в заточке, не могут не знать Дмитриевича. Потому что Дмитриевич это легенда, легенда нашего времени. И любой человек, который хотя бы боком как-то проходил и пытался понять, как мне лучше заточить нож, он Дмитриевича не может не знать. И не только по Ганзе. Ганза это само собой. А сколько видео на эту тему успели отснять, даже вот тот взять хотя бы семинар, который в Москве ребята проводили и приглашали туда Дмитриевича. Это большое-большое мероприятие. Да, несколько бестолковый, потому что там кто-то вопросы задавал. Ну, что ты перебиваешь человек, человек говорит, ну, не лезь. Ну, бывало и такое. Но самое основное, самое главное, конечно, вот Дмитриевич там вот все это выдавал. То есть есть такие люди, есть. Так вот, я считаю, вот тот Дмитриевич, о котором мы сейчас говорим, ну, это один из таких людей. И было бы здорово, если бы хотя бы частичку того, что он знает, то, что он умеет, то, что он понимает. И вот передать бы вот нам всем. Вот это было бы очень шикарно. Ну, а теперь, ну, а теперь давайте вернемся к посылке, потому что эти посылки от того самого Дмитриевича. В первой это те две тайги, которые вот были у него, нержавеющие, титановые. Ну, а вторая это уже, это все вот музей канала. Это все останется здесь у нас. И всем этим мы будем бриться, пользоваться. А, да, еще одна вещь. Ребята, я хочу, чтобы вот та польза при помощи Дмитриевича, который вот сейчас вот мы можем сделать, она была максимальной. Поэтому я вот еще не разговаривал с Левченко Андреем, но я хочу очень с ним поговорить, чтобы, вот если я, допустим, планирую обзор по какой-то вот бритве, которую прислал Дмитриевич, чтобы Андрей максимально объемную, максимально большую информацию нарыл на эту бритву. То есть, грубо говоря, я хочу делать эти обзоры в конгломерате двух каналов. То есть, и канал Андрея Левченко, и наш. И вот эту вот всю информацию, которую вот бритва будет на обзоре, чтобы отдать людям, чтобы вот, если ему интересно, чтобы он, ну, максимум, абсолютный максимум, узнал о предмете, который вот в данный момент здесь. Ну, а теперь все. Не буду больше тянуть, томить ваши ожидания. Пошли смотреть, что там от Дмитриевича. Так, первую открыли, и, видимо, видимо, я Дмитриевича не допонял, потому что я думал, что вместе с Тайгой, вот смотри, нормально доехала. Видели, да, как было? Она чуть-чуть все-таки выскочила. Но мы будем коробки пересматривать, будем делать другие. Я думал, что вместе с той Тайгой, которая была у него, он вышлет что-то еще. Но нет. Нет. Ничего такого тут я не вижу. Ну, значит, все то, что он планировал, вот сейчас будет в другой посылке. Так, первую мы с вами открыли. Убираем сторону. Это вот те самые две Тайги, которые были у Дмитриевича, которые он пробовал, и впечатления, которых он уже получил, которые для меня бесконечно ценные, потому что, ну, человек с опытом. С опытом он там и подскажет, и расскажет, и если прав, скажет. Если ошибаешься, тоже подскажет, где ошибаешься. Так что это хорошо послужило. Все, убираем сторону. А вот оно, ребята. Вот оно, что во второй посылочке. Футлярчики, газеточки. Ну, помните, как старое доброе время? Вот хотя бы потому, как ты получаешь что-то в посылке, можно уже представить, когда человек воспитывался и насколько он взрослый. Потому что вот так, как вот это завернуто, это мы в свое время так заворачивали, когда что-то отправляли. Сейчас уже так не делают. Сейчас берут какой-то целлофан, какие-то пупырки. Ну, да, изредка можешь нарваться на газету, но все-таки ее там берут, комкают, как-то там забивают. А здесь, посмотрите. Мало того, что газета все перемотана, так еще и скотчем для надежности. Ну, то есть, ну, вот. Это не 16-летний отправлял, это уже взрослый муж отправлял. Все, давайте открывать и смотреть, что у нас там такое интересное. Ну, вот, парни. Вот вам сокровище Алибабы. Сокровище Дмитрища. Это все приехало к нам не на неделю, не на пять минут, не на месяц. Это к нам приехало навсегда. Это Дмитрищ отправил в Дарк каналу. И мало того, что мы с вами все это потрогаем, пощупаем, посмотрим. Но каждый раз, когда кому-то станет интересно, или мы просто поэтому соскучимся, или захотим еще раз посмотреть, я всегда смогу это вытащить, и опять попробовать, и опять показать вам. Самое-самое-самое верхнее. Ребята, за этой коробочкой было время, где-то год-два-дри стоять. Эта трубка упала. Год-два-три я просто бегал. Бегал, искал, где бы ее взять. А вот смотрите, как вывернуло все. То есть пришло время, и коробочка сама пришла на канал. Ну, не сама, конечно же, а при помощи Дмитриевича. Что это такое? Это те самые коробочки, которые стали выпускать в России после Второй мировой войны, ну, после Великой Отечественной, потому что их первые увидели у немцев, у фрицев. То есть, насколько я понимаю, на войне у каждого немца, у каждого солдата была такая штука, чтобы при необходимости, после того, как лезвие затупилось. Надо сказать, раньше они были углеродистые, по-моему, из карбона или из чего-то. И толщиной, конечно, не такой, как сейчас. Они были потолще. Там что-то под миллиметр, насколько я Дмитриевич правильно понял. Так вот, клалось сюда лезвие, закрывалось, и вот эта вот веревочка, видите, за счет того, что вот туда-сюда, вот этим вот движением, ну, опять же, привычным мужским, вот отсюда же все пошло откуда. Так вот, лезвие внутри ездило, и оно терлось вот об эти губки. Сами они, насколько абразивные или нет, тут я сказать не могу. Тут бы, конечно, Андрея Левченко спросить. Но вот сюда при случае всегда можно было нанести какую-то абразивную пасту, и лезвие зачищалось. Одну из таких коробочек не далее, как месяц-полтора-два, мы с вами пробовали. Да, это работает и по сей день. Но вот если захотите, со временем попробуем и эту. Если, конечно же, это сработает. Потому что, ну, толщина между лезвиями велика. Ну, то есть, как бы, сами понимаете, одна десятая миллиметра и сам миллиметр. Но, в любом случае, попробуем. Это первая. Из этой же серии, но только несколько другой направленности. Здесь два ремня со стропперами. Первый ремень, это вот. Это вот такое-то, по-моему, лошадка. Да? А, да, да, да. Нет, это вот. Я не могу сказать, лошадка не лошадка. Я только вот из того, что объяснил Дмитриевич, запомнил, что это не паста Гоя. Это раньше была какая-то аэрозольная такая штука, которая как пыль наносила. И можно было вот такие вещи делать. Паста Гоя. Дмитриевич не рекомендует. Конечно, говорит, можно, но лучше не надо, потому что это зло. Ну, это двухсторонний ремень. Помимо того, что можно на нем править бритвы, это пред. Грубо говоря, грубо, на грубую. Потому что на тонкую вот это следующий ремень. Пойдет я его еще покажу. Но еще можно было кованые лезья при помощи вот этого вот строппера на нем точно так же править. Один из таких стропперов, вот смотрите, лезья крепится здесь. Все это расскажу, покажу. Дмитриевич прислал тоже. Прямо вот с ремнем. На него все это намотано. А для того, чтобы бритвовкой заниматься, строппер убирается, кладется на стол и пошла сама бритвовка. Все, пока это тоже в сторону убираем. Второе ремень. Это уже, ребята, финишный. С одной стороны, посмотрите, он вот такой вот, как бархатистый. С другой стороны, он прям выкатанный, блеск. Как Дмитриевич говорит, он там и чем только не проходил. Короче, он подготовленный полностью, вплоть до того, что вот и бутылочкой там все забабашено. Плюс здесь строппер номер два. Это точно такой же строппер, как и предыдущий, по предназначению, но технически выполнен совершенно по-другому. Здесь лезвие крепится уже вот здесь, и движения здесь совершаются уже совершенно другие. Но, тем не менее, кованые лезвия, которые для Single Edge раньше были в почете и очень популярны, он правит точно так же. Это, естественно, тоже все покажу и расскажу. Но это если со строппером, а если без строппера, то этот ремень вытаскивается и точно так же тут получается уже предфиниш и финиш для опасочки. Вот для клинковой. Так, убираем. Теперь остались коробочки. Давайте, наверное, вот справа налево. Ох, блин, руки трясутся. Вот оно что. Ребят, Дмитриш мне успел уже немало рассказать. Но из того, что... И не скажу, что я все усвоил. Но из того, что усвоил уже прям прям на 100%, прям уже впитал, осознал это его слова о том, что когда вы держите клинковую в руках, брать ее за обух и открывать так это неуважение к бритве. Он на этом прям акцентировал внимание. Как это делали раньше? Я не уверен, что я сейчас повторю правильно, потому что надо еще раз то видео, которое он показывал, пересмотреть. Но как-то это было в принципе вот типа такого что-то. Опа! И вот оно сразу в хват пошло. Про хваты он рассказывал отдельно. Хваты я еще буду тренировать. С его слов надо научиться так хваты применять и так к ним привыкнуть, что вот ты вот в руке держишь и сразу хваты все меняешь вплоть до того, как вот шашкой машешь и чтобы у тебя это было все естественно. То есть к этому мне еще предстоит только прийти. Но благодаря той информации, которую Дмитриевич дает, я конечно же рано или поздно этому научусь. Но я 100% ребята зуб даю. Мне это интересно. Мне это жуть как интересно. Но и посмотрите, обратили внимание на бритовку? Какой она ширины? Это по-моему 2,8, если мне глазомер не изменяет. Вот такие узкие бритвы со слов Дмитриевича делали специально для мастеров. Мастера ими брили. Бритвы все подготовленные. Они уже и на камешки отправлены. Дмитриевич работает только на немецких ланцах. Ну и на ремешке уже все выправлены. Каждую бритву он показал тест на волос, на видео. Я это все видел. Ребята, жерсть как хочется поскорее попробовать. Кабар. Так, убираем пока сторонку. Вот, закрылась. следующая коробочка. Вот так, наверное, будет правильно, да? Ох, здесь сразу у нас светая двоица. Так, про это я все, что помню, это то, что роговая ручка, несмотря на желтый цвет, но это рог. Бритва. Ну, вот, ну, к этому, да, к этому надо привыкать. Но тут я сейчас сам углубил, потому что я здесь вот ее зажал и попытался открыть. Но это же неправильно. Ой, господи, боже мой. Какая же ты, а? Ребята, посмотрите на металл. Вы просто на него гляньте. Ну, вот, вот, даже специалистам никаким не надо быть, чтобы понять, насколько седая эта старина. А, вот, к сожалению, забыл вот адрес, про который говорил Дмитриевич в Москве, где перетачивали бритвы по специальным лекалам из больших, из нормальных, делали вот такие узенькие. Это те самые бритвы, вот, которые вот первые я вам сейчас показал, и вот и Кабар, и вот эти вот сейчас дальше, это те самые бритвы, которые там, в Москве, в те времена перетачивали. Если я не это, правильно помню, что сам дядя Фима туда ездил, отдавал, и там ему перетачивали. Посмотрите, какая чудесная красота. Все это, все это обязательно пойдет на обзор, и все это обязательно мы с вами посмотрим. а, нет, ну, это прям, ну, ребята, ну, вот это, это алмаз в короне. Это, это просто как, вот, ну, посмотрите, какая она вся, как елочная игрушка, нарядная, красивая, вся такая, какая-то улыбчиво, веселая, звонкая. Мне кажется, вот эта бритва, она вот как выглядит, так и бреет. Она, она, она вот, она еще ничего не делает, а у меня уже улыбка во всю харю. Блин, ну, какая же она хорошенькая, а? Офигеть. Офигеть. Так, давайте пока это тоже стороночку уберем. вот так, редко, чтобы друг дружка дружке не мешали. Так, ну, и коробочка от помазка. Так, здесь у нас что-то такое сделал. Вот, парни, это бритвы Single Edge. это та самая, та самая седая старина, которая пра-пра-пра-пра-пра вот тех самых бритв, которыми мы бреемся сегодня. Я, вот, не знаю, поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эти вот бритвы, они существовали еще до того, как дедушка Жилет придумал свои. Вы посмотрите, как это все прям, как это все офигеть, как это все просто. Красиво, изящно, лаконично, гармонично, феерично и просто бомбически. Вот, я не знаю, ну, та часть меня, которая вовсе не эстет, ну, и так, ну, вот просто обыкновенная житейская часть, но она просто сейчас вот бьется в конвульсиях от экстаза, потому что здесь, ну, здесь это просто в руках держать повдобно, ну, приятно, это просто вот офигеть, что. И когда ты осознаешь, что этому предмету 50-70 может быть 100 лет, ну, ты, ты просто прям, ой, а посмотрите на эту красоту, это же, это же просто сказка, это, раз, и все, и ты лезвие поставила, оно защелкалось, раз, и все, и ты это открыл, раз, и все, и все открылось, и пожалуйста, вот здесь внутри, Дмитрий говорит, что специально ничего не трогал, да, это те все бритвы, которые чуть ли не его любимые, которыми ему пользовался на постоянной, регулярной основе, и вот здесь вот внутри он специально обратил внимание, говорит, Вадим, смотри, я там ничего не трогал, чтобы люди видели, что я этим понял, что это живое, что это не какой-то музейный экспонат, это на самом деле живая, шикарная, обалденная бритва, подкованные лезвия, ну, я не знаю, я, я, я просто, сейчас, ребята, это нужно все переварить, так, давайте я пока уберу все это в сторонку, и посмотрим, что у нас там еще есть, так, это возвращаем сюда, ну, наверное, так, большая, маленькая, ну, давайте с маленькой, что, маленьких надо это, поддерживать, ты-дыщ, вот оно, вот оно что, так, это оно вылетело, наверное, да, ребят, вот смотрите, лезвие, я его даже вначале, это джемовское принял, но, на самом деле, это не джемовское, это кованое, оно здесь просто случайно, как-то вылетело, наверное, ну, ладно, давайте мы сейчас, потом разберемся, откуда оно вылетело, но самое главное, что оно вроде не повредилось, вроде целенькое, и, скорее всего, оно предназначено, точно для такой же, вот, ну, как для тех бритв, так вот для этой, ну, скорее всего, для этой, раз оно лежало в этой коробочке, и здесь, бог, посмотрите, еще джемовские лежат, это вот, то, что Дмитриевичу, мы с этого, с Америки люди прислали, ну, здесь тоже все просто, лаконично, красиво, и до жути интересно, ну, как же это, блин, ну, как же это, блин, я вот таких человечков привык видеть, только на бритвах, а нет, посмотрите, еще и вот такие вот, пляшущие человечки бывают, ну, это же просто, это просто праздник какой-то, так, неправильно, вот так правильно, и коробочка такая, ну, понимаем, да, то есть, вот, сохранилось за все это время, ну, и давайте, наверное, самую большую открывать, ды-ды-ды-щ, ды-ды-щ, ды-ды-щ, ой, феверный театр, ребят, давайте по возрастающей, во-первых, вот это вот, забыл, как это правильно слово называется, это не рипер, не трипер, господи, что такое глупости, говорю-то, это, ну, короче, это для того, чтобы править, для того, чтобы подбревать, для того, чтобы, вот, если у тебя есть необходимость, ты берешь лезвие, вот, тоже самое, кованое, здесь есть специальное, по-моему, а, нет, вот это выкручиваешь, там внутри есть специальный паз, вот он, вот он, потом берешь это сюда, вставляешь, потом вставляешь сюда лезвие, и, тем самым, ты можешь, или, где-то подбрить, что-то себе сделать, ну, кованое, естественно, или, взять вот это вот, ребята, ну, напомните в комментариях, как это называется, ой, стыдоба-то, и, или, допустим, пустить на ремень, или подправить, или, просто заточить, ну, то есть, вот, вот так вот даже делали, вот, ну, естественно, естественно, все это с необходимыми мерами безопасности, потому что, на дурнину будете тут махать, вы изрежетесь весь полностью, аккуратненько, с соблюдением, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, так, убираем тебя пока, лезвия кованые, все в оригинальных кейсах, именно, на этом, Дмитрий акцентировал свое внимание, что, пожалуйста, плиз, будь аккуратен, и, не единожды на видео показал, как вытаскивается это лезвие, вот так вот раз, пододвинул, а, так, ну да, все правильно, смотрите, здесь же закрыто, да, немцы не дураки, здесь, для того, чтобы поддавить, а здесь, для того, чтобы взять и вытащить, вот, и посмотрите, как делано интересно, то есть, лезвие вы не затупите, в любом случае, однозначно, потому что, смотрите, оно в воздухе будет болтаться, рака вы не повредите, а само лезвие будет всегда в сохранности, и никому никакого вреда не причинит, при необходимости, вы его вытаскиваете, если отпала необходимость, вставляете его обратно, задвигаете, и все, оно у вас на схране, и здесь тоже, посмотрите, у каждого свой кейсик, и каждый кейсик отличается, ну, опять человечки, посмотрите, здесь кованное, но вот вмонтированное как, тебе кейсика не хватило, да ты мой золотой, посмотрите, какой хорошенький, прям, вот, давайте его так аккуратненько сюда пристроим, ну и все, дошел черед до королевы, или короля, или как это называется, да что ж ты будешь делать-то, ну, как так-то, не прочитаю, вот кто, прочитайте пожалуйста, что там, ребята, вы посмотрите, как это изящно, прищепка, простая прищепка, вы просто берете лезвие, опускаете, опустить вам будет его несложно, потому что все необходимые выточки здесь есть, и отпускаете прищепку, все, лезвие зафиксировано, после этого у вас есть две закруточки, благодаря которым вы сможете регулировать вылезли, все, дорогой товарищ, иди, брейся, я не совсем уверен в удобности этой ручки, потому что посмотрите, она какая плоская, и тут надо, конечно же, привыкать, но это первое впечатление, как это будет на самом деле, ну, я не знаю, может быть мне еще понравится, и может быть я начну все остальные ручки вот так вот переделывать, фиг его знает, надо пробовать, ребята, надо пробовать, ну, и, конечно, посмотрите, внутри, те же самые следы, что эта бритва живая, что это не музейный экспонат, что ей брились, и судя по тому, как вот здесь вот все выглядит, брились в удовольствие, и не единожды, это живой инструмент, хоть и с историей, вот, други мои, это все то, что я вам хотел сегодня показать, это благодаря мужскому выбору, благодаря Михаилу Анатольевичу, благодаря опасной бритве РФ, благодаря Якам, ну, и, конечно же, благодаря Дмитриевичу, не в последнюю очередь, потому что те богатства, которые у нас сегодня появились, в нашем музее, это все ваши, ребята, это я все буду показывать, рассказывать, и если Андрей Левченко поможет, а мне почему-то кажется, что он не откажет, поможет, то я вам смогу столько интересного всего об этом рассказать, что вы просто ахнете, мы с вами будем поднимать историю, вот, на этом разрешите с вами попрощаться, добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо, ну, и подписывайтесь на канал, пока-пока, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok